В Санкт-Петербурге начал свою работу форум «Арктика. Настоящее и будущее». В этом году работает более 30 секций, а участниками стали более полутора тысяч человек. О выбитых окнах на севере и о том, чем и как живет Арктика, расскажет Айсена Бурнашова. На первом пленарном заседании спикеры сразу взяли быка за рога, отметив, что оздоровление арктических регионов заключается в полной ликвидации запущенных населенных пунктов. За 10 лет мы закрыли 21 поселок. Это принесло колоссальное оздоровление городу, бюджету города, удалось переселить этих людей. И мы думаем, когда рассказывают о том, что это нереально, то это реально. Как отметил спикер, пустующие дома с выбитыми окнами – именно это сейчас и происходит в Арктике. Часто местные власти попросту переименовывают аварийное жилье «Ветхое» и в последующем его используют. При этом страдает душа севера, коренные народы и жители Арктики. Большое внимание выступающих было уделено цитата «беспределу», который творится во многих арктических регионах. Я бы не стал столь категорично заявлять. На самом деле, конечно, проблема сохраняется, особенно в ранее очень крупных населенных пунктах, таких как Тикси, Черский. Вы знаете о том, что там очень большой объем жилищного фонда, из которого люди уехали и которые, по сути дела, пустуют администрации поселений, администрации муниципальных районов и правительство Республики Саха-Якутия предпринимают меры по сокращению такого объема жилья. И сказать о том, что творится беспредел, я бы не стал столь преувеличивать эту тему. Проблема действительно существует, но она решается в плановом порядке. Учитывая масштаб северных проектов, самыми главными вопросами форума все же стали совершенствование арктического законодательства и развитие сотрудничества между регионами, отраслями и компаниями. Мы приехали вдвоем, будем участвовать в секциях по нефти и газо-добыче и по морскому пути. Аннабарский улос уже работает с Роснефтью и с компанией Ростех. По освоению Арктики у нас подписано соглашение. От имени Якутии на форуме также принимают участие представители культуры и коренных малочисленных народов Севера. Итогом трехдневного форума станет резолюция с комментариями и предложениями участников.